Пытаюсь усидеть на одном стуле, на двух стульях, одновременно. Вот у многих людей это не получается, а у индивидуов это получается, сидеть на двух стульях, как в прямом, так и в переносном смысле. Не переваривают таких людей, которые хотят занять две позиции одновременно, играют в двое ворота, что-то я просклонять с утра не могу. Вот, но вообще не переваривают таких людей, не знаю, как вы к ним относитесь. Но это не тема сегодняшнего видео, тема сегодняшнего видео просто началась с того, что я забыл убрать стул второй и думаю, блин, да, и пытаюсь усидеть на двух стульях. Кстати, еще раз повторю, что у некоторых людей это так получается, профессионально, хотя, например, они профессионально, они в чем-то работают. Вот, для меня это было всегда удивительно, как человек может настолько лизать жопу руководству, чтобы ради, перешагивая, во-первых, ладно, через других людей, я не знаю, и перешагивая через самого себя, через свои принципы, он стремится к какому-то своему успеху. И такие люди действительно в большинстве случаев достигают этих успехов. Ну, от этого, конечно, страдает потом вся остальная система, структура работы. Всем привет, меня зовут Олег Николаев. Сегодня мукбанк и утро на завтрак. Человек, который сидит напротив меня, Павел Александрович, сказал, давай-ка мы сделаем питу. Как-то мы делали питу в каком-то из влогов, что ли, что-то я ел и делал ее в микроволновке. Кто-то советовал там что-то сделать. Ребята, пока сами не попробуете, не делайте рекомендации. Вот эта пита, вот она, которую я сделал в духовке, потому что я же все-таки готовлю, я же все-таки умею готовить, я же все-таки не первый день на кухне живу, и знаю, что такое в микроволновке приготовить, и что такое приготовить в духовке, в выпечку. В духовке она получается вся вот такая, вот знаете, вот как каша все это разваливается, в микроволновке, да, а в духовке, вот понимаете, вот я ее держу хоть одним, хоть двумя пальцами, она не разваливается, она имеет свою форму, потому что все это подсохло, все это сковало, так скажем, хлебом, а в микроволновке это все просто как жижа становится. Поэтому если кто-то будет делать вот такую питу, делайте ее в духовке. Вот, короче. И Паша вот попросил сделать духовку, в духовке сделать питу на завтрак, и, естественно, вчера было все куплено к этому поводу, поэтому сейчас мы будем с вами завтракать и беседовать на, как обычно, интересные темы. Вчера закончили, а, в первую очередь, то, что хочу сказать про сериалы. Вика, еще раз хочу сказать тебе спасибо, то, что ты нам порекомендовала посмотреть сериал «Дятла», потому что тогда где-то в каком-то из блогов или мукбанках я говорил о том, что мы скажем свое мнение, но мы тогда не досмотрели две серии. Вот, поэтому мы его досмотрели, посмотрели фильм о фильме. Всем рекомендуем посмотреть этот фильм «Перевал Дятлова», который наш русский, российский, точнее сказать, производство 19-20 года. Он уже был в эфире, поэтому можете свободно практически доступ и найти. Но мы после второй серии не могли ничего найти. Может быть, у вас как-то получится. Поэтому мы подписались на платный контент ТНТ, на премьер. И там все без рекламы. Можете смотреть и «Битвы экстрасенсов», и «Перевал Дятлова», любые другие сериалы, которые вам нравятся или не нравятся. Вот мы посмотрели тот, который нам не понравился. Да, и вот мы тут посмотрели тот, который нам не понравился. Я в одном из блогов, опять же, перед этим говорил... Да, кстати, в описании под видео есть ссылки на социальные сети. Подписывайтесь. Всегда забываю об этом сказать. Или в конце видео, или... Немножко шум, может быть, посторонний, потому что там кошки играют и не стали забирать. Пусть забавятся. Так вот, что хочу сказать, что... В одном из блогов до этого мы говорили про реальных пацанов. И точно так же, как и в «Перевале Дятлова», не хватило, короче, это... Времени две серии точно так же, как и в «Перевале Дятлова», мы не досмотрели. Но сегодня мы досмотрели этот безумный сериал. И... Странные ощущения об этом сериале... Почему? Во-первых, я хочу сказать сразу, что всех этих людей я знаю, со всеми этими людьми я учился. Кроме Федункев, потому что она старше заканчивала. Коля не имеет никакого актерского образования. Ну, короче... Вопрос в том... Я имею в виду Николая Наумов. Короче, что, я вообще этот сериал, мне он не нравился. Почему я сегодня хотел поговорить об этой теме? Потому что... Алена здесь написала в комментариях, что она эти такие сериалы не смотрит. Ни сериал «Ольга», кстати, я его не смотрел. Ни реальных пацанов. Ни другой подобный сериал. Где быдляческие, так скажем, вот эти вот напивы. Изначально, несмотря на то, что... Сериал снимался в Перми изначально. И в тот момент я еще тогда жил в Перми. Несмотря на то, что эти знакомые люди, с которыми мы учились... Они просто младше на курс были, когда я учился в институте. Но всех этих людей я знал, с этими людьми учился и так далее, и тому подобное. Мне этот сериал не привлекал никак. Вот, наверное, из-за этого быдлячества. Не в том, что там какая-то зависть или еще что-то. Нет, у меня как-то это было параллельно. Да, при желании, чтобы сняться в этом сериале, можно было легко. Причем, при всем еще, когда в Москве я работал и жил, мне звонили с этого сериала и без всяких кастингов просили там сняться. Не помню уже там кем-то, каким-то... Ну, что-то директором чего-то, что ли, уж если уже не помню. Это будет два назад было. Я отказался. Звезда не снимается за такие копейки. Вот. Ну, в общем... Очень вкусно. В общем, давайте быстро договорю, а то я жру и завтрак все-таки, хочешь сажать. В общем, не стал смотреть по каким-то своим причинам. Мне не нравилась сама история. Не нравился принцип снятия. То есть, вот этого, да, типа как на любительскую камеру, там за ними ходят, снимают. Ну, не нравилось мне. А потом, мои коллеги, когда я работала в Академии культуры, они говорят, слушай, ты что не смотришь, давай посмотри. Ну, в общем, через какое-то время мы начали смотреть. То есть, уже там, наверное, сезон третий был, или там четвертый. Мы, в общем, начали с первого сезона все серии пересматривать. И так втянулись. Конечно, есть много глупостей, но хочу сказать, что вся эта глупость, которая была до этого, она была такая, знаете, как немножко, ну, юная, какая-то нагибная, какая-то добрая, теплая. Понятно, что в большинстве случаев там играют непрофессионалы. Люди, как и я, закончившие режиссуру, хотя нам актерское мастерство преподавали, но все-таки я не говорю, что нельзя смешивать два понятия актер и режиссер. Конечно, бывает, что прямо суперталантливые люди, актеры становятся режиссерами, режиссер становится актерами. Но все равно, обучаясь на актерском мастерстве, людям дают больше понятия, что такое актерское мастерство. Они больше поглощены в этом, чем режиссур. У нас немножко другое. Немножко другое все-таки в образовании. Вот, поэтому, это было, знаете, такое юношеское, детское, наивное какое-то видео, которое вот, ну, было вот такой любительской постановкой. Вот оно, наверное, меня, как, не знаю, заинтересовало. Не знаю, напишите в комментариях, вы еще смотрели этот сериал, а не смотрели, смотрите или не смотрите, а то я тут... Это сериальные пацаны. Столько внимания на сериал. Ну, просто хочется поделиться не вот этим всем сериалом, так скажем, который восьмой сезон там или какой-то. Десять лет его снимали уже, практически к Санта-Барбару. А вопрос о том, что мы посмотрели сериал последний сезон. Там нет уже Антона Богданова. Наверное, он тоже так же не сошелся. По гонорару, как и я когда-то. Но, для меня это странно в том, что за весь сезон он же снимается не в 2-3 дня. Не найти время, чтобы прийти и не сняться хотя бы там в 2-3 сериях, хотя бы где-то как-то в каких-то эпизодических ролях. Почему? Потому что, ну, все-таки этот проект вы начинали вместе. Антон, ты был никто. Просто вот, я могу это лично ему сказать, но просто он же сейчас звезда. Хотя он точно так же из того же города, откуда и я, из города Березняки. И ходили мы в один-один дворец культуры. Ну, в общем, я его очень давно знаю. Все его развитие от маленького практически подростка до юноши до уже сегодняшних дней. Я хочу что сказать, что, ну, наверное, так нельзя поступать, потому что только благодаря этому сериалу Антон Богданов стал тем человеком, который он стал. Хотя я его тоже не считаю за супер хорошего актера. Ну, на каждого сверчака есть свой кузнечик, да, и на каждого черный чай есть человек, который любит черный чай с молоком, кто-то любит черный чай простой, кто-то с сахаром, кто-то с бергамотом, кто-то с сахарозаменителем, кто-то с майонезом. В общем, на каждого актера есть свой человек. И нельзя сказать, что он вам не нравится. Мне, как человеку, мне, как профессионалу, он не нравится. Я не считаю его за актера, но того, чего он сейчас добился, Антон Богданов, он, так скажем, должен быть благодарен этому сериалу, он должен был быть благодарен автору, который придумал это все, он должен быть благодарен быть режиссером той же самой Жанне, это КВНщики Жанка и Светка, да, вот эта Жанна, она вот как раз была и режиссером, и является режиссером. Он должен быть благодарен тем людям, которые там участвуют, и Федункев, и Наумову, и Сильванову, и Тляшеву, всем, всем, всем этим людям, и Зое, и как там этих девок-то еще, господи, ну, в общем, всем этим людям, потому что все, все вот эта масса людей, она сделала сама себя, и в частности его, как индивидуального сейчас актера, личностью, потому что до этого никто не знал, кто такой Антон Богданов, Антон Богданов мог только в Перми проводить какие-то уебские изображения мероприятия, связанные со свадьбой, юбилеями, похоронами, и как говорят там в Перми, заплатите мне деньги, и я хоть на крышке гроба станцую, понимаете, вот такие шуточки черные. Поэтому я считаю то, что здесь, все-таки вот в этом сезоне, ну, нужно было хотя бы как-то просто ради благодарности, даже если вы не сошлись по каким-то гонорарам, то нужно было хотя бы появиться, хотя мне было без разницы, есть он или нет, просто не как человеку, было это смешно. Они о нем несколько раз по телефону, Антоха сейчас живет в Крыму, Антоха уехал в Крым, а вот ехал бы, был бы Антоха, вот сейчас бы вот так, вот всяк бы, все это случилось. Ты доешь там хочешь, что ты сидишь-то? Я съел. Съешь киндер пингвик? У тебя там зефир есть, или что, халва? А вот, короче, а то ты сидишь, или иди, занимайся делами, а то он сидит, и я не могу разговаривать, у меня еще пито, он съел все, и сидит так вот на меня смотрит. Или в разговоре участвую, в диалоге, или ешь что-то, или иди в комнату тогда сиди. Потом скажешь, что опять попало, просто вы же не видите его реакцию, вот надо реально вот сюда камеру поставить, чтобы вы сидели, смотрели. То ли он уже думает, блядь, как ты заебал, давай быстрее уже, договаривай свое, вот то, что тут говоришь, и все, и я выключаю, надо убирать здесь все, собирать. Просто я тебе говорю, как взгляд со стороны, чтобы потом просто люди понимали. Это мое субъективное. Мое субъективное, но у меня же не твой мозг, ты же не профессор Долль, чтобы мне пересадить свою голову, чтобы мы одновременно думали об одном и том же. Так вот, я говорю о том, что нужно быть благодарным к сериалу, и нужно было хотя бы, даже если ты не сошелся в каких-то деньгах, то своим друзьям помочь, о чем я и говорю, что дружеских отношений усидеть на двух стульях вначале не получается у людей. Поэтому для меня все-таки это очень странно, что человек как-то вот, ну я думаю, что не из-за занятости, потому что все-таки там я думаю, что ребята могли бы как-то подстроиться, могли бы отсняться, могли бы какие-то день выделить именно для Богданова и собраться в определенный день, снять с ними все эпизоды, которые вообще есть в сериале. За два дня, за все это время, все, я в кино работаю и знаю, как это все делается. Вот, но видимо здесь все-таки больше уверен, что не сошлись просто по гонорару и, ну это как-то неприлично, наверное, просто показывает вот личность с другой стороны. Мнение о том, что вообще в сериале, я считаю, что ну немножко, немножко, не немножко, а полностью сдулся. Сполировать я не буду. Но, если вы возьмете сериал, там 20 серий, да, по-моему? 20 серий, и в сезоне, в сезоне точнее сказать, в восьмом, 20 серий. Если вы возьмете девятнадцатую и двадцатую серию, ну короче, 18, 19, 20, окей, три серии, последние. Вот эти три серии охарактеризуют весь этот сериал и весь этот, точнее сказать, сезон. Потому что такого дерьма я давно не видел. Я, конечно, понимаю, что там работают звезды. Что там к многим людям сейчас на хромой ковыли не подъехать. Но они сами видят свое произведение искусства. Окей. Свой талант не закрыт ничем. Но люди-то, которые рядом находятся, неужели им не говорят, «Ребята, вы что такую хуйню снимаете?» А продюсеры, которые на ТНТ покупают эту поеботину, не всегда это удивляло. Как можно такое дерьмо покупать? Как можно на это выкупать? На это же тратятся огромнейшие деньги, огромнейшие зарплаты. И такую дребедень, такую канитель показывать, платить людям деньги. Ну, это то же самое, как и в универе было. Когда авторы настолько исписались, актеры настолько изыгрались, что линии уже были, которые когда-то, они снова появлялись, снова и снова появлялись в новых сериях, в новых сезонах. Ну, я думаю, что здесь, скорее всего, рука руку моет. И, как говорится, если есть... Былая слава. А? Былая слава. Все посмотрели сезон, потому что 7 предыдущих... Такие есть. Правда, я соглашусь, что Паша правильно сказал, что это просто была и слава, что когда-то люди смотрели и все ждали этот сезон. Я тоже тут недавно думал, где он, чё же у реальных пацанов нет? Ничего хорошего. Это точно так же, как с сериалом Универ, я вам ещё раз повторюсь, когда он старый был, потом универного общага. Сейчас я не знаю, как можно будет смотреть этот Универ, там какой-то пенсионный фонд будет. Ну, мы посмотрим, в каждой серии. Не знаю, ты посмотри, я просто удивился, когда тут Универ последний заканчивался. Там уже этих бедных актёров перебрали, забрали, выбрали. Ну, в общем, пипец. Из всего коллектива, который был заработан на Универе, доработали два человека. Это вот Рита Киногрупп, которая у меня здесь есть, и Женя Калабин. Ну, Женя Калабин, такое ощущение, как он там корнями прирос. Мне кажется, если Калабин не станет на ТНТ, просто ТНТ, ну, не к ТНТ, а Камеди Клаб Продакшн, просто нахуй взорвётся, развалится, блядь, и превратится ни в что. Конечно, он ломает все свои уставы, но это его личное право. Что с Универом, что с реальными пацанами, и точно так же вспомнил, мы смотрели с тобой физрука. Начался, так прикольно, первый сезон, охренительно просто, я не помню, там три или два было сезона. Ну, первый был, второй, третий, третий мы даже не смотрели. Второй, третий, да, второй появилась там какая-то тоже, они ушли с какой-то линии, там какая-то эта миллионерша появилась, помнишь, там эта бесивая актриса, вся линия куда-то с ног на голову стала, главных актеров, там, которые, это Завучи играла, смешная роль была, куда-то в сторону отодвинули, и вот здесь вот пошла эта история, что этого бедного Нагиева, хотя там, значит, ну, как актера, как физрука, хотят уничтожить, что-то вот там, занимохота какая-то, вы знаете, ну, вообще вот, вообще сериал перешел вообще в другую какую-то историю, уже можно было сериал называть не физрук, а, не знаю, там, мафиозники какие-нибудь, или еще что-то. И, сейчас в реальных пацанах то же самое, я просто сижу и думаю, вот линия, неужели вы не понимаете, что вот здесь можно вот так вот сделать, а здесь вот так вот сделать, написать об этом, зрителям будет это интересно, опять, может быть, это лично мое мнение, что мне было бы это интересно, но самое главное, они такой, знаете, фишечку, что типа продолжение следует, еще девятый, там какой-то, девятый сезон, но я думаю, что уже после этого сериала, после этого сезона люди не будут смотреть, потому что это закончилось, и ни о чем вообще вся история-то была, это просто подкладывал остатки питы, чтобы, видите, верхушку отрезал, чтобы это, ну, лежало красиво, мне напоминает шаверму, шаурму, сейчас она вся идет в лаваше, а раньше вот она в таких питах была, на всяком случае в тюрьме, и мне она вот ее напоминает, ну, конечно, калорийно, но хлеб, пита, я же ее готовил как-то в влоге, просто в этот раз не раскладывал все по разным тарелкам, я в один салатник все нарубил, колбасу, соленый огурец, маринованный свой, кресткая морковка, сыра чуть-чуть, где-то такой кусочек небольшой натер, маслины у меня были, оливки, кетчуп сметана, соли никакой не было, все перемешал, как салат сделал, и туда верхушки вот так вот отрезал, так он сделал кармашку и все, ну, да, да, ну, опять питу нужно брать, потому что у меня из пяти пит, вот я сделал по дверь, пятая пита просто разорвалась, потому что она имеет свойство, когда губа гопиту раскрываешь, она вот так вот начинает ломаться, естественно, что все выводится, ну, поэтому их пять и колдут, не знаю, в общем, я еще раз повторюсь, уже об этом говорил, и тысячу раз говорить буду, мне кажется, если я был бы преподавателем, все-таки я считаю так, как в режиссуре нас учили, самая главная фишка, нужно вовремя остановиться, как у Пугачева, кстати, песни прям, смотрите как, вовремя остановиться, не переходить границу, вот, поэтому, мне кажется, что логика режиссуры, и мастерства актера заключается в том, что нельзя переигрывать, нельзя, перенасыщать зрителя, каким-то продуктом, потому что рано или поздно, этот продукт сдуется, даже если его будут смотреть зрители, и у него есть там, как это скажем, просмотры, да, там вот то же самое, то рано или поздно, все равно этот проект сдуется, почему, потому что туда или нужна новая кровь какая-то, я уже не говорю там про актеров, или про линии, просто нужно пишущих, хороших сценаристов, вот, или закрывать этот проект, тогда, когда он на пике славы, чтобы люди хотели еще посмотреть, делать перерыв, год, два, три, несмотря на то, что все актеры хотят есть и пить, и там куча людей, которые хотят есть и пить, но это знаете, вот как мыло, вот до последнего нужно вымылить, 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 уже все, ну там вот уже вот такого там мыло, и все равно давайте мы, давайте вот еще, еще на сезон выжмем, ой, еще вот осталась вот такая бумажечка, еще, еще уже там все, блядь, никто не играет уже, там такие звезды сидят уже, там состыковать смены не могут, все равно надо еще, все там все деньги, все, у меня же ипотека, у меня кредиты, давайте, ну что, уже зрители вот обратно, это пить-то, блядь, лезет уже, ну все, ну невозможно эту пить-то есть, нет, все равно мы пить-чекаем будем этим сериалами, фильмами и все остальное, этими проектами, голосом и так далее, и тому подобное, поэтому я считаю, что все-таки нужно вовремя остановиться, чтобы было вкусно, и зрителю хотелось еще, блядь, я еще раз повторяю, вот главный принцип режиссуры, нужно вовремя остановиться, но там же нет режиссеров, вот в чем дело, видимо, видимо, или так они учились, или режиссеры актерским мастерством обладевают, а Жанка-то она же актриса, а актриса, видимо, все-таки режиссуры, ну а что Жанки, платят деньги, и платят деньги, хотят продюсеры получать, ширпотреб этот уже высосанный с пальцем, и хотят, поэтому, я не знаю, это лично наше мнение, не знаю, Паша, что считаешь? Ну, конечно, тут уже, не до режиссуры, скорее всего, деньги, 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 нет, я просто имею ввиду, что деньги, понятно, что ты и я, вот, например, мы с тобой в группе, сейчас завершаю, мы хотим денег, самое главное, это потребитель, покупатель, то кто, совершенно другой человек, ну а, ну сейчас просто на ТНТ, только сериалов-то никаких нет, вот я смотрю, какие-то, и смотреть-то нечего, я, честно говоря, сейчас это даже канал-то я не включаю, не знаю, ну, у каждого своего, вот я не смотрел проект, тот же самый танцы, ну, кому-то, блядь, прямо нравилось, помнишь, там, дайте мне пригласительный, там, этот Максим писал, устроите меня, покажите, мы прямо хотим, мне вот танцы вообще никогда не нравились, у каждого, конечно, ну, на свои, у нас есть свой зритель, не знаю, но это просто лично мое мнение, я вот этот сериал больше бы не стал пересматривать, это значит, все, поели, пошел я делать дальше открытки, потому что никак не могу это делать, уже время, середина практически декабря, у меня открытки нужно отправлять, вчера было, еще не доделать, а то потом открытки придут, как один год у меня, 10 октября, о, 10 января, уже новогодние праздники закончились, а почта России только принесла открытки, все, всех пока целую, всех уже с наступающим Новым Годом, буду поздравлять, потому что вот-вот-вот скоро наступит этот волшебный праздник. Целую.